Класс типов printable, который вы реализовывали в вашем домашнем задании, представляется весьма полезным. И действительно, в стандартной библиотеке Haskell есть класс типов, которые выполняют ту же самую работу. Этот класс типов носит название show с большой буквы, и основной метод этого класса типов — это show с маленькой буквы. Метод show как раз делает то, что нужно. Он берет значение некоторого типа и возвращает строку, которая является представлением этого значения. Давайте посмотрим, как это устроено. Посмотрим сначала на тип функции show с маленькой буквы. Функции начинаются с маленькой буквы, а именно классы типов должны начинаться с большой буквы. Мы видим, что наша функция show устроена следующим образом. Она берет некоторый тип A и возвращает строку. При этом в контексте у нас указан класс тип в show A, который говорит, что для функции A должна быть реализована соответствующий интерфейс. Ну и, естественно, должна быть реализована функция show, то есть show устроен как ваш printable. Конечно, он устроен гораздо сложнее, чем ваш printable, там есть довольно большое количество разных функций. Смысл большого количества разных функций, которые там присутствуют, это соображение эффективности для реализации сложных типов данных. Мы не будем вдаваться во внутреннее устройство show, просто посмотрим, как оно работает. Ну, например, мы можем вызвать show на некотором значении, скажем, 5, и получить строковое представление для пятерки. Если мы вызовем на значение 5.0, мы получим соответствующее строковое представление для числа с плавающей точкой. Также есть естественным образом реализации для, ну, например, списков. Список значений 1 и 2 выводится как строка, которая не содержит ничего интересного, так как мы список набираем, так мы и его выводим на консоль. В такую строку он и представляется. Есть обратный процесс. Show, вообще говоря, занимается некоторой сериализацией, то есть представлением объекта нашего некоторого типа, превращаясь в строку. Обратная процедура здесь реализация. За нее отвечает класс типов read с большой буквы, и функция, которая выполняет эту работу, называется read с маленькой буквы. Вот такая вот функция. Ее сигнатура тоже довольно проста. Она принимает строку, то есть строковое представление некоторого объекта, и возвращает объект соответствующего типа, если, конечно, этот тип является представителем класса типов read. Ну, давайте попробуем, как работает функция read, и обнаружим сразу, что есть что-то не то. Например, если мы пишем read 5, то мы получаем некоторое сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке довольно длинное, мы не будем с ней разбираться. В чем здесь возникает проблема? Дело в том, что наша функция read полиморфна по возвращаемому значению. И поэтому мы не можем здесь обеспечить однозначного разбора. Что значит пятерка? Это пятерка из типа int, или пятерка из типа integer, или пятерка из типа double. Пятерка сама по себе у нас полиморфна. Поэтому в такой ситуации, когда у нас что-то полиморфно по возвращаемому значению, мы должны снять полиморфизм. Я вызываю функцию read от строки, состоящей из пятерки, и указываю целевой тип. Оператор типизации имеет низкий приоритет, поэтому такое выражение... Сейчас я типизирую все выражение read 5. Я указываю, что мой целевой тип должен быть, ну, например, int. Окей, все работает. Целевой тип double. Окей, все работает. Ну, наконец, мы можем даже читать списки. Ну, скажем, список значений 1, 2. Но, правда, я должен указать целевой тип, опять же. Сказать, что это должен быть список значений типа double. Окей, прочли список значений типа double. На самом деле, функция read, хоть и имеет контекст readA, она не является функцией, определенной в класс тип read с большой буквы. Это некоторая внешняя вспомогательная функция. Дело в том, что функция read не очень удобна. Вообще говоря, задача, которая перед нами стоит, это довольно сложная задача, сделать синтаксический разбор. Иногда синтаксический разбор ввода, это довольно сложная вещь. Например, если у нас имеется вот такая вот конструкция, если наш ввод представляет собой 5, ну, и, скажем, еще какую-то строку, вот такую текстовую строку, 5 колец, напишем мы. Предположим, что я хочу прочитать значения, а на достатком ввода выполнить какие-то еще дополнительные действия. Функция read, к сожалению, такого не может сделать. Она потребляет весь ввод и либо разумно интерпретирует результат, либо нет. Ну, в данном случае я говорю, например, что я хочу прочитать пятерку типа int. Функция read говорит мне, что она не смогла сделать синтаксический разбор соответствующей строки, потому что хвост rings, хвост строки не разобран. Есть другая функция, которая на самом деле определена в классе типов reads большой буквы. Это функция reads. Функция reads возвращает довольно сложную конструкцию, мы сейчас увидим. Но, тем не менее, мы можем с помощью функции reads как раз выполнить нужную задачу. Что мне нужно? Мне нужно получить целевое значение типа int и вернуть оставшийся хвост ввода в виде строки. Функция reads могла бы иметь вот такой вот интерфейс, но она имеет немножко более богатый интерфейс. Действительно, если можно было бы написать функцию reads в таком виде, но на самом деле функция reads возвращает список. Чуть позже я объясню, почему она возвращает список. Давайте мы теперь, во-первых, посмотрим, как функция reads работает. Вот что она делает. Она начало строки пытается проинтерпретировать как тип int, а все, что в начале строки может быть проинтерпретировано как тип int, оно записывается в тип int. А дальше оставшийся неразобранный хвост, пробел и слово rings у нас помещается вот в эту вот строку. И возвращается некоторая пара. Причем эта пара является единственным элементом списка. Зачем же здесь список? Дело в том, что синтаксический разбор довольно сложная процедура, и при выполнении этой процедуры у нас могут быть следующие результаты. Во-первых, все хорошо. Тогда у нас возвращается список с единственной парой. Во-вторых, произошла какая-то неудача. Тогда у нас возвращается пустой список. Таким образом, функция reads, она тотальная. Она на всех входах нам возвращает что-то содержательное, что мы можем обработать. Функция read, она возвращала просто нам сообщение об ошибке плохой ситуации. То есть пустой список не смогла разобрать. Список с разбором смогла разобрать. Но более того, почему же все-таки список? Дело в том, что может быть результатом вызова функции reads несколько элементов. Синтаксический разбор может оказаться неоднозначным. Может быть в сложной ситуации 2, 3 или много возможностей выполнить синтаксический разбор со сложным целевым типом. Ну, в данном случае тип in, здесь ничего сложного нет. Целевой тип может быть сложный. И тогда функция reads возвращает просто все возможные варианты этого самого синтаксического разбора. Продолжение следует...